Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Чуть более двух месяцев остается до выборов президента Российской Федерации. Пойдут ли на них кумертаусцы и насколько важно, по их мнению, принимать участие в голосовании? С такими вопросами к ним на улицах обратилась наш корреспондент. Всего в опросе участвовало 12 человек. Проходил он в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы 18 марта? Конечно, пойду. Обязательно. Да, обязательно пойду. Считаете ли вы, что каждый должен участвовать? Да, конечно, должен каждый. Потому что надо, чтобы Россия поднималась, чтобы была богатой и чтобы была, как говорится, впереди всего земного шага. Свой голос нужно обязательно отдавать за своего избирателя. Ну, я считаю, в таком деле должен каждый. Это же все-таки политический вопрос, как говорится. И жизнь какая наша будет дальше, будет от этого зависеть. Ну, это важно для нашей России и хорошо. Ну, мне, как молодому человеку, важно, как будет развиваться моя страна, что будет в будущем, потому что мне здесь жить. Поэтому я всех призываю, своих ровесников, тех, кто ребята помоложе и кто имеет право голосовать, не стесняться этого, потому что в любом случае это уже шаг во взрослое будущее и непосредственное участие в судьбе нашей страны. Я считаю, нужно. Я думаю, долг каждого человека. Ну, именно моя позиция так. Конечно, пойдем обязательно. Конечно, пойдем. Пойдем голосовать обязательно. Обязательно, потому что от наших голосов все зависит. Все от наших голосов. Напомню, очередные выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. В Кумертауской администрации провели очередной конкурс на включение претендентов в кадровый резерв муниципальной службы. Участвовало 8 человек. Работа для инициативных и активных людей. Каждые полгода в администрации города проводится конкурс на включение в кадры резерв желающих посвятить себя руководящей должности в муниципальных организациях. Кандидатам предъявляются определенные требования. Это высшее образование, стаж муниципальной или государственной службы, либо опыт работы по специальности, знание нормативных правовых актов. Очередной конкурс был объявлен месяц назад. Согласно положению о его проведении, заявители были протестированы. В итоге 8 человек прошли первый отборочный этап. Профессиональные деловые качества претендующих на включение в кадровый резерв конкурсной комиссии под председательством главы администрации города Бориса Беляева рассматривала в ходе собеседования. С периодичностью раз в полугодие проходят такие конкурсы на кадровый резерв. Очень благодарю горожан, которые откликаются. И хотелось бы побольше активности пожелать, чтобы особенно молодежь, имеющие стаж, люди, которые могли бы претендовать на кадровый резерв. Кадровый резерв у нас набирается в различные направления, в различные сферы и на различные уровни. Как на руководителей учреждений предприятий, так и на заместителей главы, и на руководителей подразделения администрации. Каждый из кандидатов на должность руководителей готов посвятить себя работе в той или иной сфере. Это образование, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и иные. Марина Кустова на данный момент работает в школе. Я закончила педагогический институт после того, как я прошла обучение в ПК Ольге Анатольевне Звягинцевой, там, где она привила любовь к детям. Поэтому это только сфера образования, конечно. Ну, а почему? Потому что в определенный момент приходит понимание того, что нужно расти, самообразовываться, идти дальше, вперед. Роман Мизгулин до этого работал в московской строительной компании инженером. Сейчас ведет предпринимательскую деятельность, занимается спортом. В будущем готов сменить работу на руководящую. В данный момент решил воспользоваться случаем и попасть в кадровый резерв, так сказать, города Кумертау. По своему основному направлению у меня дорожные машины и оборудование. Так что, возможно, в сфере ЖКХ или МОКДОР. Вот у меня две сферы. Комиссия предложила вариант со спортом, сфера спорта. Возможно, еще и эта область тоже. Путем открытого голосования принято решение о включении в кадровый резерв семи кандидатов из восьми. Об итогах конкурсной комиссии все участники получат письменные уведомления. Айгуль Мухаммедчин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». 12 января сотрудники Кумертауского надзорного ведомства отмечают День работника прокуратуры. В Российской Федерации этот праздник юридически закреплен в 1996 году. В Кумертау за минувший год только в сферах трудового, жилищного, миграционного законодательства, защиты прав инвалидов, ветеранов и несовершеннолетних выявлено более 1600 нарушений. В суды направлено более 450 исков на сумму 13,5 миллионов рублей. Кроме того, в минувшем году прокуратурой выявлено 32 коррупционных нарушения. От имени прокурора города Кумертау Виталия Казачкова мы поздравляем ветеранов, действующих сотрудников и членов их семей с профессиональным праздником. Сейчас проблеме демографии уделяется самое серьезное внимание и на самом высоком уровне. О рождаемости в Кумертау в минувшем году, также о количестве зарегистрированных браков и смертности нашему корреспонденту рассказала заведующая отделением ЗАГСа Айгули Дрисова. Кроме того, она поведала о самых популярных и самых редких именах. Начало года время подводить итоги минувших 12 месяцев. За этот период в жизни многих кумертаусов произошли перемены. Одни вступили в брак, в других отмечали пополнение семьи. Что касается рождаемости, в городском отделе ЗАГС говорят об отрицательной динамике. За 2017 год мы зарегистрировали всего 694 рождения. По сравнению с 2016 годом, это на 180 детишек меньше. И мы очень огорчены таким маленьким количеством рождения детей. За прошлый год родилось 350 мальчиков и 344 девочки. Близнецов три пары. Как и в предыдущие годы, родители выбирают для своих детей как популярные имена, так и редкие. В 2017 году у нас популярными стали такие имена, как Арсений, Дмитрий, Егор, Ксения, Полина, Амелия, Дарина, Милана. Но к редким именам, которые их мало, Эдвард, Степан, Эмилия, София, Самира, Николь и Сулпан. Вот такие редкие имена у нас были. Падает рождаемость и в то же время растет смертность. За указанный период естественная убыль населения составила 889 человек. Однако не все так плохо. Хорошие показатели по регистрации браков. За прошлый год появилось больше семей, чем в предыдущий период. Браков у нас, конечно, больше, чем в прошлом году. На 2016 году мы регистрировали 386, а в этом году 456 браков. То есть количество браков выросло. Согласно представленной информации, стало меньше разводов. Всего за прошлый год их зарегистрировано 282. Это на 12 случаев меньше. В текущем году в отделе ЗАГС будет продолжена традиция честования супружеских пар, отмечающих золотые и бриллиантовые свадьбы. Мы с удовольствием будем честовать юбиляров, которые прожили в браке 50, 60, 70, 75 лет. Пользуясь случаем, хочу пригласить юбиляров в наш ЗАГС, чтобы они подали заявление, чтобы мы их потом в течение года уже почестовали. Мы их ждем, кто в этом году отмечает 50, 60, 70, 75 лет совместной жизни. Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова